В открытой игре казанской команды, в команде видно, что так физически она не очень хорошо себя чувствует, не очень комфортно. И передача Пруидзе, 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 Пруидзе. Да, Георгий Пруидзе еще успевает практически до центра мяч донести. Наверное, заслужена попытка Яра, потому что первые 14 минут большое преимущество. Разбегается Юрий Кушнарев и забивает 7-0 счет на исходе 15 минут. Три атаки, буквально несколько метров до зачетки. В пятиметровой зоне сейчас находится подопечник Николычука, откатывается виза, чтобы не нарушать правила. Ну, сейчас уже пикинг драйв пошел через нападающих. Без девятого номера действует Красный Яр, снова над мячом встает Сутидзе. Получит он мяч от Снабеладзе? Нет. Каналис Корф подбирает короткую передачу и попытка. Попытка Владимир Чабан, про которого мы сказали, что он очень был активен в первом тайме, сейчас подтверждает, собственно говоря, наши слова и совершает попытку. Очень уверенно забил. Ну и сейчас для такого мастера, как Юра, думаю, проблемой не должно стать точной планировой реализации. Что он и делает. 14-0. Красный Яр на 24-й минуте увеличивается. И подготовленная атака с заходом 22 указания. Передача. Прорыв. Этот ромб у нас здесь был и решил мяч подкинуть. В итоге не получилось. Смит его забрал. Дилан Смит, да, возглавляет контрнаступление. Великолепно. Чабан, Владимир Чабан. Это попытка будет. А там никого. А там на краю никого вообще. И Чабан снова практически под ворота забыл. Да. Как получилось-то. Стрела атаковала. Наконец-то добралась до зоны 22-х метров. Но... Смотрим. И как Смит здорово сыграл. Великолепно просто сыграл. Скрытый пас на Чабана. И двух игроков он на себя забрал. Дилан Смит. И скинул на окраине трехчетвертного. Ну, во-первых, да. Именно он как раз остановил атаку стрелы. И да. Самостовый ветер. По краю. И сделал счет 19-0. Ну, а сейчас Юрий Кушнарев вполне может счет и 21-0 сделать. Что и проделывает. В голову. Красная карточка сейчас будет. Конечно. Вопрос был в том, увидит ли судьи или нет. Но Кушнарев даже не спорит. Все ведь для команды складывалось отлично сейчас. И зачем включать эмоции в такой ситуации? И стрела у нас совершает попытку. Тут же, разыграв быстро штрафной. И, наверное, возвращается в игру. Потому что красная карточка Кушнареву. И тут же попытка. Кстати, в такой ситуации была стрела в прошлом матче. И в этот раз не обошлась. Но, по крайней мере, пока эта карточка желтая. И пока она соседствует с красной карточкой у соперника. Вот момент, когда Йоханны Стром выловил мяч. Ну, да. Это просто какое-то уникальное умение создать себе проблемы. Без видимых на то причин. А тут еще и Домиен Син. Ну, Яр, ну, один из лучших десятков. Наверное, лучший. Наравне там с Рамилем Гайсиным. Еще с рядом некоторых, да, игроков. Это лучший игрок на своей позиции. Гольштейн. Поднимает Ильин мяч. Яр, между тем, очень активно после этой красной карточки сразу заиграл. Как будто ничего не произошло. Поднимает мяч Снабеладзе. Это попытка. Я не знаю, что игроки стрелы-то остановились. 7.26. Вот становится. Да, сейчас функция бьющего переходит именно к нему. Разбегает Скорф и по такой интересной траектории отправляет мяч в ворота. Он заворачивает точно. Право сейчас у нас выбегать. Это штрафной удар, а не реализация. Корнелю Скорф разбегается. И забивает. И попадает, да. Да, учитывая тяжелее. Видимо, кому-то показать Кузькину мать. Да, да, да. Кузькину мать. Но вот здесь вот Кузькина мать. Это явно будет не Евгению, не пей вода. Потому что он-то Кузькиной матери, ну, никак не заслуживает. Он заслуживает похвалу. И обнимашки от своих партнеров. Еще один задус перехвата. 7.36. Переход.